В данном уроке будут подробно рассмотрены циклические конструкции и конструкции перехода. Циклические конструкции многократно выполняют один и тот же набор инструкций до тех пор, пока не будет удовлетворено условие завершения цикла. Конструкции перехода позволяют передать управление определенной части программы. Наиболее часто используемой циклической конструкцией является конструкция while. Синтексис данной конструкции представлен на слайде. В качестве условия может выступать любое логическое выражение. Фигурные скобки могут быть опущены, если инструкция является простой. Инструкция, которую выполняет цикл, называется телом цикла. При входе в цикл осуществляется проверка условия. Если в результате проверки получен true, то выполняется инструкция, затем условие снова проверяется. Данный процесс выполняется до тех пор, пока в результате проверки условия не будет получен false. В этом случае выполнение конструкции завершается и управление передается инструкции, следующей за циклом. В случае, если при первой проверке условия получен false, инструкция не будет выполнена ни одного раза. Если необходимо получить цикл, который выполняется бесконечно, можно в качестве условия написать логический литерал true. В этом случае нужно предусмотреть выход из цикла с помощью команды break, которая будет рассмотрена далее в этом уроке, иначе произойдет зацикливание. В качестве примера напишем программу, которая генерирует случайные числа в диапазоне от 0 до 10, до тех пор, пока число, сгенерированное программой, не станет меньше 2. Введем переменную rent типа double, в которой будут храниться случайно сгенерированные числа. Введем переменную целого типа count для подсчета количества сгенерированных чисел, значение которых больше или равно 2. Инициализируем эту переменную. Метод random класса mass генерирует случайные числа типа double в диапазоне от 0 до 1. Чтобы увеличить диапазон до 10, необходимо умножать полученные числа на 10. После того, как будет сгенерировано первое число, увеличим переменную count на единицу. Затем воспользуемся циклом while, так как мы не знаем, сколько раз сгенерируется число больше или равное 2. В качестве условия напишем следующее логическое выражение. Тело цикла будут составлять две простые инструкции, которые уже нами написаны. Их можно копировать. Нужно сразу отметить, если приходится копировать какой-либо код, значит программу можно написать более эффективным способом, что мы и сделаем немного позже. В конце программы напишем вывод результатов работы программы на консоль. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы вычитаем из переменной count единицу, так как эта переменная содержит общее количество сгенерированных чисел, включая одно число, которое меньше двух. Запустим программу. Продолжение следует... Программа работает следующим образом. Продолжение следует... 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 Завершим конструкцию точкой-запятой. Особенностью данной программы является то, что условия выхода из цикла проверяются в конце тела цикла, а не в его начале, как в прошлой программе. Это позволило нам избежать дублирования кода. Цикл FOR применяется для организации циклического прохода по значениям из заданного диапазона и выполняется определенное количество раз. Синтаксис конструкции представлен на слайде. Секция инициализации позволяет инициализировать переменные цикла. Кроме того, данная секция позволяет объявить переменные одного типа, которые будут иметь область видимости, ограниченную данным циклом. Секция инициализации выполняется один раз при входе в цикл. После выполнения секции инициализации проверяются условия, которые являются логическим выражением. Если условие истина, то выполняется тело цикла, иначе выполнение цикла прерывается. После выполнения тело цикла выполняется секция изменения, которая содержит одно или более выражений, управляющих циклом. Программа повторяет цикл при каждом проходе, вначале вычисляя условное выражение, затем выполняет тело цикла и секцию изменения. Процесс повторяется до тех пор, пока условие не станет ложным. В секции инициализации и секции изменения выражения, разделенные запятой, вычисляются слева направо. Выражения инициализации и изменения переменных должны быть связаны с логическим условием цикла. Все секции и заголовка цикла for являются необязательными. Исключение всех трех секций приводит к тому, что цикл становится бесконечным, так как в качестве условия подразумевается логический литерал true. Java допускает использование вложенных циклов, то есть один цикл может выполняться внутри другого. Внутрь вложенного цикла, в свою очередь, может быть вложен еще один цикл, образуя следующий уровень вложенности, и так далее. Большое количество уровней вложенности значительно усложняет программу. Напишем программу, которая выводит на консоль таблицу умножения. Для этого воспользуемся циклической конструкцией for. Работу программы организуем следующим образом. Числа в диапазоне от 1 до 9 по очереди будем умножать на числа от 1 до 9 и выводить результат на консоль. Для решения поставленной задачи необходимо использовать внутренний цикл, вложенный во внешний. Внешний цикл будет проходить значения от 1 до 9. В секции инициализации объявим и инициализируем переменную цикла i. С каждым проходом цикла, который называется итерацией, значение переменной i будет увеличиваться на единицу до тех пор, пока оно меньше 10. Для того, чтобы уменьшить вероятность ошибок, лучше привыкать всегда ставить фигурные скобки, даже если тело цикла составляет одна простая инструкция. Внутренний цикл также будет проходить значения от 1 до 9. Для этого цикла введем переменную k. В теле внутреннего цикла напишем вывод таблицы умножения на консоль. Продолжение следует... Добавим черту, которая разделяет таблицу умножения на блоки для лучшего ее восприятия. Запустим программу. Данная программа работает следующим образом. Происходит вход во внешний цикл. Выполняется секция инициализации, в которой переменная i объявляется и инициализируется значением 1. Необходимо помнить, что если переменная объявляется в секции инициализации цикла, то она имеет область видимости, ограниченную данным циклом. Затем выполняется проверка условия. Так как в результате получен true, то выполняется тело внешнего цикла. В теле внешнего цикла содержится внутренний цикл, при входе в который выполняется секция инициализации, и переменная k присваивается значение 1. После проверки условия выполняется тело вложенного цикла, которое содержит инструкцию вывода результата умножения переменных i и k на консоль. Таким образом, переменная i будет иметь значение 1, а переменная k будет увеличивать свое значение на единицу при каждой итерации внутреннего цикла до тех пор, пока в результате проверки условия не будет получен false. Как только в результате выполнения секции изменения переменная k получит значение 10, произойдет выход из внутреннего цикла, и управление перейдет к внешнему циклу, а именно к инструкции вывода черты на консоль. После выполнения инструкции вывода на консоль произойдет вторая итерация внешнего цикла, при этом значение переменной i увеличится на единицу и станет равной 2, а затем произойдет проверка условия. Только после этого в очередной раз выполнится тело внешнего цикла. При очередном входе во внутренний цикл выполнится секция инициализации, и переменной k снова будет присвоена значение 1. Данная последовательность действий будет выполняться до тех пор, пока в результате проверки условия во внешнем цикле не будет получен false. Только после этого произойдет выход из внешнего цикла. Усовершенствованный цикл for, который часто называют циклом for each, предназначен для строго последовательного выполнения повторяющихся действий над каждым элементом коллекции объектов, такой как массив или список. Синтаксис конструкции представлен на слайде. Здесь тип указывает тип переменной, а переменная – имя переменной, которое последовательно будет принимать значение из коллекции от первого до последнего. Подробнее данный цикл будет рассмотрен в следующих уроках. Кроме конструкции switch, инструкция break применяется в циклических конструкциях. Существуют две формы инструкции break – безымянная и именованная. Когда программа встречает безымянную инструкцию break внутри цикла, она прекращает выполнение цикла и управление передается инструкцией, следующей за циклом. Использование инструкции break внутри вложенного цикла приведет к выходу только из этого цикла, а на внешний цикл она не окажет никакого влияния. Команда break в именованной форме может приостановить выполнение любой инструкции, снабженной соответствующей меткой. Меткой называется любой допустимый идентификатор, за которым следует двоеточие. Эта форма инструкции break позволяет выбраться из цикла любого уровня вложенности. Предположим, что нам нужно получить не всю таблицу умножения, а только те значения, которые получены в результате умножения чисел от 1 до 9 на числа от 1 до 5. Для того, чтобы не менять условия в цикле, нужно воспользоваться инструкцией break. Запишем необходимые для решения поставленной задачи условия в теле внутреннего цикла перед инструкцией вывода. Используем сокращенный вариант конструкции выбора if-else. Запустим программу. По результату вывода можно увидеть, что внутренний цикл прерывается, когда значение переменной k становится равным 6, и управление переходит ко внешнему циклу. Если же нам понадобится, например, вывести таблицу умножения для чисел от 1 до 7 полностью, а для 8 только результаты умножения на числа меньше 6, то необходимо использовать именную форму инструкции break. Для решения данной задачи нужно изменить условия выхода. Добавим еще одно логическое выражение. Для того, чтобы при заданном условии произошел выход не только из внутреннего цикла, но и из внешнего, используем именную форму инструкции break. Поставим метку перед тем циклом, из которого нам необходимо будет выйти, то есть перед внешним циклом. Данная метка имеет область видимости, ограниченную телом внешнего цикла. За его пределами к этой метке обратиться нельзя. Теперь осталось только написать имя метки после ключевого слова break, и программа будет готова. Запустим программу. После внесенных нами изменений при достижении переменной i значения 8, а переменной k значения 6, выход происходит не только из внутреннего цикла, но и из внешнего. Инструкция continue применяется только в циклических конструкциях и передает управление в конец тела цикла. Инструкция continue имеет две формы – безымянную и именованную. Безымянная инструкция continue передает управление в конец тела текущего цикла, а именованная в конец цикла – обозначенного соответствующей меткой. Инструкция continue часто используется для пропуска определенных значений из интервала изменения переменной цикла, которые должны игнорироваться или впоследствии обрабатываться особым образом. Теперь предположим, что нам не нужно выводить на консоль те значения, которые получены в результате умножения чисел от 1 до 9 на числа от 5 до 7. Используем инструкцию continue. Изменим условия. Напишем инструкцию continue. Запустим программу. В данном случае, когда переменная k принимает значение в диапазоне от 5 до 7, управление передается в конец тела внутреннего цикла. И таким образом инструкция вывода «Результаты умножения на консоль» пропускается. Инструкция return позволяет немедленно завершить выполнение метода и передать управление коду, который вызвал данный метод. Эта инструкция будет рассмотрена в следующих уроках. На этом закончим данный урок. С другими уроками вы можете ознакомиться на сайте itlift.ru Благодарю за внимание.